Нашим клубам не надо ничего зарабатывать, потому что им все приходит с бюджета. Какая у тебя самая большая была личка за всю карьеру? Наши футболисты не стоят тех денег, которые здесь получают. Дида очень масштабно мыслит, единственное, иногда бывает торопится, но хочет очень многого успеть. Мои друзья UBET раздают бонусы и приглашают поиграть. На этих выходных много интересных матчей, это отличная возможность воспользоваться бонусами и ништяшками от UBET. С моим промокодом YouTube сразу за регистрацию от 5 до 10 тысяч, а потом бонус до 100 тысяч за первый депозит, до 75 тысяч за второй и до 50 тысяч за третьи депозиты. А еще у UBET много кэшбэка и классный конкурс Мастер Прогнозов, в котором еженедельно разыгрывается 500 тысяч тенге. Регистрируйся по ссылке, получай свои бонусы и ставьте по кайфу. Всем привет, с вами Касымжан Мукатаев, более известный в футбольных кругах, как Зиданчик. Решил сегодня поговорить о нашем футболе и не только с Егором Азовским. Приветствую, Егор. Как дела, как настроение? Привет, Касымжан, спасибо, что пригласил. Всегда рад откликнуться, поэтому очень приятно пообщаться, тем более на такую тему, как наш футбол казахстанский. Егор Азовский, ныне тренер SD Family, это не путать с медийной командой. SD – профессиональный футбольный клуб, который вышел в первую лигу. Ну, давай поговорим раз про SD, давай поговорим, какие задачи ставятся у SD Family в будущем сезоне. Будете ли вы бороться за выход в премьер-лигу? Ну, да, мы маленький клуб, который, получается, первый раз будет принимать участие в чемпионате первой лиги. Поэтому задачи, мы сами для себя ставим самые высокие задачи, бороться за призовые места, побеждать в каждом матче. Поэтому только такой настрой по-другому быть и не может. Нельзя для себя ставить задачу, просто поучаствовать или занять место где-то в серединке, или не вылететь, но это несерьезно. Да, в другой момент, то, что все будет зависеть от того же финансирования, от объема финансирования, каких игроков мы на эти финансы сможем пригласить, вообще какую команду соберем. Много моментов, над которыми надо работать. Ну, для этого мы и здесь, чтобы воплощать свои мечты, мечту Дидара, выхода. Первый частный клуб, который может с самых низов добраться до КПЛ, грубо говоря. Может, что-то про сборы расскажешь, где у вас планируются сборы, и есть ли какие-то у вас уже футболисты, на примете, которых вы планируете к себе взять, может быть. Ну, не обязательно без фамилий, но окей, сколько футболистов вы примерно хотите еще дозаявить в новом сезоне? Честно говоря, по сравнению с прошлым годом в составе будут большие изменения, только лишь малая часть игроков останется, прошлогодних ребят. Поэтому решили начать пораньше. В данный момент мы с 18 декабря уже начали подготовку. В основном здесь задействованы местные ребята, много молодежи, так как идут разговоры о лимите, которые с этого года, ребята 2006 года рождения, два человека должны играть в составе. Это тоже такой отпечаток большой накладывает. Эти ребята толком-то не играли во второй лиге, а тут им нужно сразу сделать такой, перепрыгнуть в вторую, сразу играть в первую. Очень сложный момент и для самих ребят, и для нас, тренеров, очень сложный. Поэтому решили начать пораньше. Много молодежи участвуют. Просматриваем в первую очередь местных ребят. И с 8 января уже будем в Чемкенте продолжать. Но там уже будет много приезжих ребят. На базе БИКа будете? Нет, у нас другая база в Белых Водах за городом. Улан, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. То есть зимой вы будете там? Да, с чем еще связан такой ранний переезд? В январе ехать в Чемкент. Все просто, нет условий в Астане тренироваться. У нас всего один манеж, где можно, он занят. Поэтому, так как нет возможности тренироваться здесь, в принципе, было бы хорошо начинать дома. В Турцию мы себе не можем там позволить ехать. Только из-за того, что нет условий тренироваться здесь. Астана-арена закрыта. Имеем только Федерацию футбола. Но там тоже уже весь график забит, так сказать. Поэтому приходится уезжать с Астаны. Как вообще работает с Дидаром? С Дидаром Сдепеком? Как поступило вот это предложение принять СД Фэмили? Ну, если кто не знает, закончили сезон 21-го года с Женисом. Заняли третье место, которое позволило команде на следующий 22-й год участвовать в чемпионате Первой лиги. Но из-за финансовых недопониманий еще, потому что мы-то были, можно сказать, частниками и ждали помощи города, бюджетного финансирования. Но на тот момент еще вообще стоял большой вопрос, будет ли команда. Вот. И очень долго это все затягивалось. Тут поступило предложение Дидара. На что я поставил в известность клуб Женис, что у меня есть такое предложение, что с вашей стороны будет ли клуб, что мне делать. Услышал четкий ответ, что никакие гарантии тебе дать не можем, что хочешь, что и делай. Ну, и я для себя понял, что значит клуб не так во мне заинтересован. Поэтому откликнулся на предложение Дидара, начали работать. И все. А что вообще подвигло тебя стать тренером? Потому что многие футболисты как завершают, ну, не все становятся тренерами, да, кто-то там в агентство уходит, кто-то, не знаю, там, спортивным директором становится, да, или еще там другие должности занимает. Именно тренер – это же тоже такая работа, достаточно непростая, да, часто критикуемая. И, как говорится, тренер – это тот человек, который всегда сидит на чемоданах, да, об этом тоже, мне кажется, многие знают. В любой момент могут с него спросить в первую очередь. Да, я начну очень издалека. Да, во-первых, мои родители в прошлом, там, спортсмены, там, отца многие знают, футболист, тренер, мама у нас тоже занималась спортом, лыжами. И потом, получается, мать педагогом стала, физическая культура, отец пошел по стопе тренера. Поэтому, ну, дома там всегда за столом, за ужином только и разговоров о спорте, о тренерстве, о педагогике. И поэтому, наверное, все это оттуда еще идет. Так же, как можно сказать, почему ты стал футболистом. Ну, я как бы с братом, рядом с полем, можно сказать, росли, потому что наш отец играл. И футбол там, самая популярная игра во дворе, там, все мальчишки гоняли. Поэтому тут, наверное, как говорится, шайбе некуда деваться. Пришли мы в футбол через двор, через родителей и дальше больше по завершении карьеры. Решение это пришло даже не после завершения карьеры, а еще играя. Я уже и поступал на тренерские курсы, еще играя, закончил, получил лицензию А, поэтому я, можно сказать, уже долго к этому готовился. И отец на глазах становился тренером. Там много было вместе, там и книг прочитано, и видео просмотрено, обсуждений. Поэтому эта тема, во-первых, нравится, близка, влияние родителей. Тут все это в совокупности вылилось в то, что мы сейчас имеем. Ну, то есть, просто у тебя другого пути не было, да, после окончания футбола. То есть, ты понимал уже, что 100% ты пойдешь на тренера, правильно? Да, это мое решение, там, так же, как идти на футбол или на какой-то вид спорта. Никогда родители не давили, не заставляли. Это наша, там, любовь, страсть. Поэтому мы здесь в футболе. Ну, твоя цель, как тренера, в будущем стать тренером премьер-лиги, да, правильно? Или, может быть, даже еще выше, замахнуться на сборную? Какие у тебя цели? Ну, у каждого тренера, каждому хочется работать, конечно, на самом высоком уровне. Поэтому, будь то КПЛ, были во второй, сейчас первый, это уже большой для меня шаг. Дальше только учиться, развиваться. И если, там, амбиции, желания и возможности наши, и умения, там, знания помогут шагнуть дальше, будем делать этот шаг, работать, если будем кому-то интересным, каким-то клубом. Возможно, даже, и задумываясь о том, чтобы, там, попробовать себя, если не будет приглашения здесь, более, там, качественных, выгодных, попробовать себя где-то за рубежом. Поэтому, там, есть, есть определенная задача, там, язык подкачать. Английский, да? Да. А у тебя есть агент? Нет, агентов нет. Ты сам работаешь, правильно? Да. Ну, то есть, напрямую выходишь? Ну, и я никуда не вхожу, пока у меня есть работа, которая меня устраивает, и в профессиональном плане, да, может, там, финансово не настолько устраивает, но, по крайней мере, я дома, я при деле, я занимаюсь тем, что мне нравится, и расту. Вот вы спросили насчет Дидара, он мне, во-первых, не мешает, всегда поддерживает, не лезет в мою работу, как играть, кого брать. Это большой плюс с его стороны, что не лезет в нашу работу, в мою, в работу тренерского штаба, полностью доверяет. Поэтому тут у нас коннект есть. Насколько путают вашу команду с медийной, да, СД, которая вот участвует в медийном футболе, как часто и болельщики, те, которые фанаты, да, СДУ, у них уже есть фанаты, да, молодые, приходят ли они поддерживать ваш клуб, тоже поболеть, так сказать? Да, действительно, такое есть. Бывает, там, приезжаешь куда-то на выезд, дети бегут, а где тот или иной блогер, начинаешь объяснять, ребята, это профессиональная команда, да, такой момент есть. Но я думаю, сейчас, когда мы уже на более профессиональный уровень выходим, и все-таки все освещается там во всех пабликах, Инстаграм, Ютуб, что все-таки у нас есть разделение, даже сейчас уже не две команды, есть медийная команда, есть молодежная медийная команда, Youngsters, есть профессиональная команда. У всех есть свой Инстаграм? Да, конечно, все это отдельно. В будущем ожидается там еще и мини-футбольная команда, и женская команда, все в этом направлении двигается. Дида очень масштабно мыслит, единственное, иногда бывает торопится, но хочет очень многого успеть. Ну, добиться, да, максимализм, да, можно сказать? Да. Можешь немного рассказать про уход из Жениса, как так случилось? Потому что, насколько я знаю, ты был одним из инициаторов, да, возрождения Жениса, и был, ну, получается, вот когда Женис возродился, одним из первых, да, с командой, и так, когда команда вышла в первую лигу, так получилось, что у тебя там не оказалось? Ну, не то, что я был инициатором, или был в их числе, на самом деле, не секрет, наверное, что это инициатива Давида Лори, потом там ему помогал Максим Жилмагомбетов. Наша инициатива в чем заключается? В том, что нам предложили в трудное время, там, с большими проблемами финансовыми, там, ну, представьте, да, Женис после стольких лет, там не то, что руины, просто на пустом месте создавался клуб, было место, где тренироваться, и все, не было ничего, вплоть доходило до того, что мы когда начинали, там, мячей не было, и инвентаря, и за все время, там, клуб для нас, для трениров, ну, можно сказать, не особо, там, какие-то условия создавал, в плане, я объясню, в плане того же инвентаря. Ни одной фишки, ни одной манишки, ничего не было куплено, поэтому наша большая инициатива, работа, то, что мы, там, тащили с дома инвентарь, инвентарь, что-то придумывали, для, для руководителей клуба, получается, мы, это большая находка, за маленькие деньги, очень инициативные, все терпели, на все закрывали глаза, молчали, делали, и еще и при этом всем добились результата, который, который помог клубу шагнуть, и сейчас клуб уже находится в КПЛ, а теперь, если отмотать назад, если бы не было такой отдачи от нас, могло бы и не быть, там, этого третьего места, который помог клубу шагнуть вперед, так бы клуб забуксовал, и заглоб, заглоб, во второй лиге не было бы ни интереса, ни спонсора, ни городу, никому. И вот за это обидно, то, что большая работа проделана, но не оценена она по достоинству. За это обидно, там, ни за какие-то финансы, ни за что, а вот за это есть определенная обида. Ну, ты же понимаешь, что это, ну, как бы, такое бывает в нашем футболе, в нашем карастанском футболе, да? Ну, поэтому я, в принципе, просто к этому, я говорю обида, но на самом деле очень спокойно, очень просто к этому отношусь, понимая, что это наши реалии, в принципе, вон уже и в этом году, да, у нас премьеры. Самат Кобирович Смаков вывел команду, и как получилось, Алюетов вывел Женис, как получилось, поэтому, ну, тут к этому нормально относиться. Единственный момент, то, что мы местные ребята, и между нами должно быть понимание, разговор, а не так, что как будто мы незнакомые люди, какое-то общение, должна быть коммуникация. Если даже мы уходим, ну, мы там не ссоримся, ничто, поговорили, руки пожали, там, Егор, спасибо, даже этого не было. Доходило до смешного, там, люди отписывались в Инстаграме, там, мне друг говорит, ты представляешь, там, от нас в Инстаграме отписались. Я говорю, да ты что, даже так? Ну, просто детский сад. Мы взрослые люди, всегда можем вот так садиться за стол, обсуждать моменты, не будет никаких обид, ничего. Про фанатов я хотел немного проговорить. Легион вам помогал как-то, когда вы только возрождались, или, ну, как бы поддерживали, поддержкой, да, и так далее? Вот про возрождение, то, что давит Лори, да, и большая работа, действительно, фанатов проделана, поэтому им низкий поклон, всегда топят. Клуба уже сколько не было, да, они всегда топили за клуб, пытались какие-то ходы найти, как-то общественность, будоражить, их большая работа, им за это спасибо. Клуб возродили, клуб живет, сейчас в этом году, в 24-м году уже увидим столичное дерби. Ребята красавцы, мы с ними встречались, обсуждали вот эти все моменты, с их стороны есть понимание, поэтому нет никаких проблем. А в целом медиалига нужна ли вообще на нашему футболу, в нашей стране? То есть мы видим, по примеру, в соседней России, да, то, что там есть команды, уже топовые, да, можно сказать, которые собирают полные трибуны, но не полные, но достаточно, да, болельщиков. Туда приходят, насколько я слышал, профессиональные футболисты, да, уже к ним, то есть уже там, это не та медиалига, которая изначально, да, образовывалась, когда команда из блогеров, а уже реально футболисты приходят туда, в медиалигу. Насколько нужна нам эта медиалига здесь, в Казахстане? Ну, я думаю, для популяризации футбола, вы видите, наверное, да, в этом году, сколько матчей сыграло, несколько турниров было организовано, какие-то выставочные матчи, вот недавно мы там в Чемкенте, ветераны сборных там собирались с ветеранами, ардобасы играли. Я думаю, да, полезно такие устраивать время от времени такие матчи, чисто для популяризации футбола, чтобы там и старых игроков, ветеранов не забывали, какую-то дань уважения им оказывать. Это что касается там про старых игроков. И такие тенденции идут, что молодежь наша там зависает в тиктоках, инстаграмах и, возможно, даже не знает там игроков премьер-лиги, но знает многих блогеров, особенно те, которые там освещают футбол, как-то с этим связаны. Поэтому даже через медиалигу, возможно, больше придет народа в большой футбол, нежели чем через профессиональный спорт. Смотри, ты в нашем футболе, да, именно на профессиональном уровне, я не знаю, там, со скольки лет ты заниматься начал вообще футболом? Заниматься где-то с первого класса, наверное. Ну вот, грубо говоря, 30 лет практически в нашем футболе. Ну, на профессиональном уровне, насколько я вот посмотрел, по Википедии с 2002 года, да, ты в Женесе, вот, за 20 лет что изменилось в нашем футболе? Ну, если честно, не так много. Если опять говорить там про инфраструктуру, то ты же местный тоже, да, с Астаны ты видишь, да, в каком плачевном состоянии прибывает, там, наши стадионы, вообще количество этих стадионов, вот, я уже озвучил то, что из-за нехватки там полей, мест, где можно тренироваться зимой, да и летом-то, в принципе, такая же проблема, ничего не, время года поменяется, ничего не поменяется, в плане того, что там какие-то открытые, их просто нет, можно на пальцах сосчитать, там, пять у нас есть полноразмерных полей, приходится куда-то со стороны и уезжать. В этом плане, да, у нас большие проблемы. За 20 лет, там, сколько, один-два стадиона построили, там, Туран и то, которые через год закрыли, ну, это тоже смешно просто. В плане, там, создали футбольные центры, да, плюс, хороший. Честно, ну, трудно выделить какие-то плюсовые моменты. Ну, грубо говоря, практически ничего не изменилось, да, за 20 лет? Практически. Ну, я больших каких-то кардинальных изменений, ну, не замечаю. По твоему мнению, нам нужны новые стадионы, да, во многих городах, где-то может быть реконструкция их, где-то может быть вообще снос и подстройка нового, да, стадиона, так, как это сделали в соседнем Узбекистане. Ты видел там, сколько стадионов подстроили, сколько условий создали? Да, да, конечно, ты прав, ты прав. И даже та же картинка, вот, медиалига, да, когда плохая картинка, то есть плохой стадион, плохое поле, портится картинка, ну, даже неинтересно смотреть. Трибуны пустые. Трибуны пустые, там, шумовой эффект уже не тот. И это все очень сильно влияет. Да даже и самим тренерам, футболистам хочется там на хороших газонах играть, там, в хороших раздевалках, там, переодеваться, грубо говоря. Мы сколько видим там нормальных, там, душевых нету или еще что-то. Но этого не должно быть, мы в 21 веке живем, и когда сталкиваешься с такими проблемами, грубо говоря, сейчас я закончил там, грубо там, 10 лет назад, если поеду, проедемся по тем же стадионам, на которых я играл, но я думаю, ничего там сильно-то и не поменялось. Чуть-чуть, может быть, какой-то косметический ремонт сделали, да, максимум? Ну, да. Почему вообще, вот, ты только что говоришь, что закончил, да, практически 10 лет назад, ну, может быть, чуть меньше, да, в 32, да, правильно, я так понимаю, закончил? Почему в нашем футболе наши футболисты так рано заканчивают футболом? Ну, в частности, в частности, про себя, почему так рано закончил? Во-первых, там хронические были травмы, опять же, это связано там с плохими полями, переход там искусственное, натуральное поле, там больные ахиллы, колени, поэтому уже там последние годы тяжеловато было, все это через боль, уколы и все прочее, это такой момент, каждый год это вдали от семьи, а у тебя уже дети, хочется быть рядом, и принял такое решение пораньше закончить, так как не было и хороших предложений, заманчивых, поэтому принял решение закончить с футболом, перейти уже заниматься с семьей, тренировать. — Говоря про условия, только что ты говоришь, какая у тебя самая большая была личка за всю карьеру, ну, может быть, не обязательно говорить, какой год, какой команде, ну, самое многое, сколько было? — Ну, многие думают, что прям все футболисты хорошо зарабатывают, на самом деле это не так, конкретно по суммам, самая большая зарплата из всех там годов, которые я провел в футболе, была, если не ошибаюсь, там 12 тысяч долларов, но теперь смотрите, мы в шутке, шутку между собой футболисты иногда говорят, деньги нужно дважды заработать, первый раз на поле, второй раз в суде, вот когда слышат там такие деньги, бывает, что тебе полгода платят, вторые полгода не платят, потом приходится эту половину невыплаченных средств выбивать там в суде, ездить, судиться, вот такие моменты тоже происходят, к сожалению. — А сколько раз ты всудился в своей жизни? — Ну вот, в частности, в клубе, где там была самая большая зарплата, с ними пришлось и судиться. — Ты слышал, наверное, вот эту новость, которая сейчас крутится, ну слух, скорее больше слух, про лимит на легионеров в казахстанской премьер-лиге, хотят вообще практически отменить, сделать так, чтобы на поле могут появляться практически весь состав из легионеров. Как ты к этому относишься? — Честно говоря, сложный вопрос, такой комплексный, глядя на другие страны, ту же Англию, да, возьмем, таких там лимитов нету, но это совсем другая история. — Частные, там все частные. — Да, там частные деньги. И вот хотелось бы услышать основания тех людей, которые принимают такие решения, с чем это связано. Для нас, со стороны, ну, наверное, для некоторых футболистов это плюс, потому что здесь, в комфортных условиях, в зоне комфорта, никто не хочет, получают местные игроки хорошие деньги. Многие даже не играя, там сидя на замене, редко выходя, но чувствуют себя очень защищенно, хорошо, всегда есть там предложения, этот лимит их защищал, то есть получают те деньги, на которые, которых, ну, недостойно, получается, мы переплачиваем. Это немножко взбудоражит, кто-то свои аппетиты поумерит, кого-то заставит искать варианты за рубежом, уезжать, уходить из этой зоны комфорта. Вот, но при этом ты же понимаешь, что должна у нас тогда работать хорошо селекционная служба, да, во всех клубах. Ну, насколько я знаю, все равно вот этих служб таких прям сильных нету в клубах. У нас в нашем футболе многое зависит от агентов, то есть нашим футболом, грубо говоря, вот этими перестановками управляют агенты. Вот, тебе не кажется, что это будет тоже проблемой найти футболиста, да, какого-нибудь условного легионера, который приедет сюда, там, грубо говоря, за пять тысяч долларов, да, и будет показывать там уровень того же Двумасси, там, или Максимовича, ну, и так далее, вот таких футболистов. Да, очень точно ты подметил, как раз-таки я в такой же, как тренер, я в таком же положении затруднительно нахожусь, потому что в первой лиге уже, может, там, и легионеры, и с ЕС привлекать игроков, да, даже казахстанских игроков. И мне, без, там, каких-то связей с агентами дружественных или еще каких-то, очень тяжело комплектоваться, потому что до этого это в основном была молодежь, много местных ребят, а тут, когда выходишь на новый уровень, и подход уже другой, и получается, я там своему, там, спортивному директору, тому же Дидару эти моменты тоже объясняю. Ребята, нужно с кем-то дружить с агентами, с кем-то заключать какие-то меморандумы, договора, нужна помощь, потому что просто так, без помощи, очень тяжело, просто на каких-то своих, там, благодаря, там, своим каким-то знакомствам, ну, нужна помощь специалистам, тем более клуб маленький, нету, там, какого-то селекционного штаба или человека, который бы этим занимался. Получается, моя роль как тренера не только тренировать, еще там, и искать игроков, просматривать, переговаривать, и фокус, фокус раздваивается, очень тяжело на всех, во всех направлениях работать. Если раньше я там только за тренировочные процессы, толком-то комплектации особой не было, кто пришел, тот пришел, а тут надо тщательно поработать. Еще такой момент, что в высшей лиге мы в КПЛ убираем лимит, но зато в первой этот лимит есть. Вот это тоже такой момент, очень сложный, причем лимит, как я уже говорил, там, совсем молодые ребята, которые даже во второй лиге не играли. И в таких условиях тренеру очень тяжело без помощи. Не думаешь, что будет тогда, если сделают этот лимит, да, все-таки, точнее, уберут его, что будет большой отток футболистов с премьер-лиги в первую лигу? Ну, так и будет. Люди, пришедшие из-за рубежа, будут давить, а то и выдавливать казахстанских игроков в первую лигу. Так и будет. А на сборную это не скачется, по-твоему мнению? Интересный вопрос. Придется тогда главному тренеру сборной просматривать не только КПЛ, но еще и первую лигу, чтобы найти себе игроков. Ну, я думаю, до этого не дойдет. Но и в прошлом-то году большая проблема, что игроки сборной не все имеют игровую практику. А тут еще меньше может стать этой практики. И выборки футболистов еще меньше будет. В этих условиях, конечно, на месте главного тренера я бы там хватался за голову. Поэтому, может быть, и нужен там где-то базовый клуб сборной. Ну, вот этот опыт все-таки шерифа, да, молдавского, потом тот же донецкий шахтер, да, очень хорошо работал. Ну, не кажется тебе, что нашим вообще командам стоит попробовать у них что-то перенять, может быть? Потому что они же как-то находят футболистов, да, и потом их продают. Причем хорошо, неплохо продают, да, грубо говоря. Ну, про шахтер это точно можно сказать, что они находят там ноунейма, да, из Бразилии, грубо говоря. Потом его продают в Манчестер-Сити, да, за бешеные деньги. И шериф, опять же, находит там малоизвестных футболистов и успешно играют там с Мадридским Реалом. Вот это, как тебе такое вообще мнение о том, чтобы нашим тренерам или, не знаю, там, селекционной службе поехать вообще в Молдавию, да, поучиться у них, посмотреть, может быть, чему-то? Ну, надо начать с того, что клубы, про которые ты говоришь, это все частные деньги. Это большой бизнес, поэтому и люди хотят зарабатывать. Нашим клубам не надо ничего зарабатывать, потому что им все приходит с бюджета. Поэтому никто не заинтересован в том, чтобы зарабатывать. Все заинтересованы только, чтобы... Здесь и сейчас. Да, чтобы денег выделялось больше, это первое. И как их освоить, чтобы показать свою работу. Мы получили, мы потратили, все. Никто там уже не говорит о каких-то результатах. Результат нужен только для того, чтобы на следующий год опять выбить денег, как минимум не меньше, чем выделялось до этого. Только из-за этого у нас такие большие проблемы. Если клубы оторвать от этой кормушки, по-разному можно назвать, тогда придется, как ты говоришь, смотреть на футбол, как на бизнес. В данный момент так мы на футбол не смотрим. Поэтому и у клубов нет заинтересованности делать хорошие стадионы, наращивать фанатскую базу. Академию, да? Да, строить свою академию, чтобы выращивать игроков, продавать. Академии нужны только потому, что в регламенте есть такой пункт, что там нужны такие-то возраста. И дети у нас находятся в таком состоянии по остаточному принципу все. Все идет на главную команду, детям там осталось, осталось. Но никто не хочет развития. Частные клубы, я считаю, это угроза для клубов бюджетных. И объясню свою позицию. Частники показывают, в частности, SD Family показывают, что за сравнительно небольшие деньги можно выполнять задачи, поставленные. В частности, там, выход со второй в первую. Я считаю, что деньги, потраченные на это, гораздо меньше клубов того же Улутау, грубо говоря. И вот это вот угроза, когда ты говоришь, что там за 130-150 миллионов выполнить задачу, выхода, или что не надо тратить миллиард в первой лиге для решения задачи. Вот это большая угроза для бюджетных клубов. Все хотят этот бюджет как можно растянуть, вытащить больше денег, показать, что нужно тратить столько. Но на самом деле, во второй, в первой лигах-то уж точно. И клубы, которые не решают больших задач или не выступают в Еврокубках, не нужны там раздувания этих бюджетов. Гораздо за скромные деньги можно существовать. При хорошей работе, при работе селекционного штаба, а мы уже обсудили это, многие клубы этого не имеют, можно находить и дешевых игроков, но для этого нужно проделать большую работу в плане селекции, в плане подготовки. И плюс накладывается, опять же, инфраструктура, где этих растить футболистов, где тренироваться. Вот такой вот момент, то, что пришел мне на ум. Мы приходим к тому, что наш футбол не готов все-таки к отмене лимита, потому что частных клубов-то у нас в КПЛ только Кайрат, грубо говоря, остальные все команды, но гособеспечений. И, как ты говоришь, клубам не надо, чтобы они развивались, продавались и так далее. Получается, вот этот лимит, он опять же, это будет еще одним способом, просто говоря уже, грубо говоря, через легионеров вот эти деньги осваивать для развития футбола. Я не знаю, насколько это будет полезно. Ну, наверное, ты прав так кардинально все менять и равняться там куда-то далеко. Не всегда то, что сработало там, сработает здесь. И опять же, тот момент, что там частные, здесь бюджетные деньги, очень сильно влияет. По мне, так, надо давать шанс казахстанским футболистам больше играть. Это плюс для сборной. Но тут такая тоже палка о двух концах. Получается, мы сами, защищая казахстанских игроков, это, получается, для них медвежья услуга. И вот тяжело в этих реалиях выбрать правильное направление. Тут надо, чтобы и казахстанцы играли, и в тот же момент надо, чтобы они стремились уезжать в более сильные чемпионаты. А когда здесь хорошо, и плюс еще хорошие деньги платятся, никто этого не хочет делать. Может быть, выход там какой-то придумывать, не знаю, потолок зарплаты или еще что-то. Но сколько сейчас платится, ну, честно говоря, положа руку на сердце, ну, не стоим. Наши футболисты не стоят тех денег, которые здесь получают. И если они поедут в какие-то средние чемпионаты Европы, я думаю, ну, не все будут там на лидирующих позициях, а деньги там будут гораздо меньше, чем они здесь получают. Как тебе нынешняя сборная за последние два года, да, она неплохо так пошумела в Европе. Лига нации, отбор на Евро практически чуть-чуть, да, осталось, как говорится, чуть-чуть не хватило. Но при этом у нас сборная сохраняет еще шансы с Грецией, да, мы играем в марте. Как тебе нынешняя сборная, как нынешний тренер, вот, как тренер, может быть, дашь какую-то оценку небольшую? Сборная очень сильно нравится, и ты правильно говоришь. Мне даже самому много там вопросов прилетает. В чем разница, почему, почему так кардинально все поменялось. На самом деле, там, кардинально-то и не поменялось. Те же футболисты, да, у нас-то и выборка-то небольшая, поэтому, можно сказать, те же футболисты. Но получается, что это большая работа руководства федерации, большая работа тренерского штаба в этих изменениях. Значит, проводят правильную работу, находят правильные слова, правильно мотивируют, там, сплотили коллектив. Я не думаю, что там, там, чисто в футбольном, каком-то тактическом или еще плане, там, очень, там, что-то сильно поменялось, или там футболисты чего-то не знали, а тут им дали эти ключи. Я думаю, не в этом дело, а в первую очередь в психологии, в мотивации в этих моментах. Не кажется тебе, что где-то лет 8-9 назад, да, когда наши клубы стали более-менее успешно выступать в Еврокубках, появилась вот эта уверенность, да, то есть у игроков меньше стали, там, коленки трястись, они перестали выходить с мыслью о том, что вот мы сейчас выйдем и проиграем, то есть уже нет такого, что футболисты выходят с такой мыслью, что они выходят, ну, и видят, что такие же люди, да, на поле, что можно их обыграть, та же победа над Данией, да, грубо говоря. Совершенно верно, правильно ты говоришь, у нынешних игроков сборной за плечами уже гораздо больше европейского опыта через свои клубы, поэтому, выходя уже за сборную, уже благодаря своему опыту гораздо легче играть, плюс уже больше игроков, уехавших за рубеж, там, на тот момент сейчас, там, заинудивно в Турции, был в России, Алип, Ура, сейчас уехал, еще ребята, сейчас... Кто-то уезжал в Вороговске, да? В Вороговске был в Бельгии, да, уже практически полсостава перечислили, которые ребята играют за рубежом в конкурентных чемпионатах, даже тот же Вороговске, когда приезжал, там, из Бельгии, очень достойно смотрелся, прям было видно, что этот опыт за рубежом дает ему большой толчок, и можно даже сравнить и Вороговского, приезжавшего из Бельгии, и Вороговского, который играет после Астаны. Я даже не про ту ошибку, которую сделал, эту ошибку может, там, любой футболист сделать, за это даже не стоит его ругать, так такое может случиться, а вообще в целом, как по мне, так играя за рубежом, он выглядел гораздо лучше, играя, там, за Астану в чемпионате Казахстана. Возможно, там, я ошибаюсь, это там связано с какими-то травмами, еще с чем-то, ну, так, взгляд со стороны, мне кажется, что тот опыт, и находясь, там, в той среде, давал ему большой толчок к прогрессу. Еще такой вопрос про твоего брата. Где он, как он, можешь вкратце рассказать? Максим? Про брата вот тоже такой же, такой момент. 2016 год для меня был, там, заключительным, он еще, там, следующий год, полгода поиграл. Я, я после завершения, там, прихожу в футбольный центр Астаны, устраиваясь, через месяц меня просят уволиться, там, вызывают, вызывают, говорят, «Егорь, там, к тебе никаких проблем по твоей работе, но кто-то сверху, там, не хочет, чтобы ты работал». Хорошо, пишем заявление об увольнении. Что делать? Там, в футбольный центр ты не нужен, приходится организовывать, там, свой частный детский футбольный клуб. Получается, сами себе, там, придумали работу. Да, да, я слышал про это, в школу. Да, создавали небольшой клуб, и на тот момент, мой брат, как раз-таки, заканчивает тоже, я прошу его помочь. На что он мне отвечает, что, да нет, это не мое, я себя, там, в футболе не вижу, тренером. Я говорю, ну ладно, там, начни, начнем, поможешь немножко, там, дальше как получится. Если будут у тебя какие-то варианты, уйдешь. Теперь, что мы видим? Человек, там, дорос до... Я еще не дорос, а он уже дорос до КПЛ, будет работать в КПЛ, поэтому себе в плюс могу занести, подготовил одного тренера для КПЛ. Сейчас он уже втянулся, ему это нравится, он, там, учится на лицензии, работает с большим удовольствием, а еще, там, каких-то, там, 5 лет назад говорил, что это не мое, я этого не хочу. Угу. Ну, хорошо, спасибо. Давай, такой, последний вопрос. О чем ты мечтаешь? Мечтаю работать с большими игроками. Если как тренер, то да, мечтаю работать с большими игроками, а если просто как человек, семьянин, мечтаю, чтобы родители мои были здоровы, чтобы дети были здоровы, супруга. Спасибо, удачи, с наступающим Новым Годом. Спасибо тебе, Косинжан, всегда рад тебя видеть. Взаимно. Было очень приятно. Думаю, в будущем нашем футболе еще будет много хороших тем для разговора. Не сомневаюсь в этом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok